Отсутствие пандусов, подъемников и поручней о недоступности городской среды для инвалидов говорят много и часто. Но это о тех, кто передвигается пешком. У тех же, кто ездит на личном транспорте, проблем даже больше. Для инвалидов, кажется, совсем другие правила дорожного движения. У здания пенсионного фонда социально значимого объекта висит знак. Зона парковки для инвалидов 10 метров. Ни одного свободного места. По-хорошему, надо бы всех нарушителей оформлять и каждому выписывать по 5000 рублей штрафа. Но у какого инвалида есть время и силы на то, чтобы дождаться ГИБДД? Сотрудники пенсионного фонда уезжают на обед, и парковка освобождается. Но машине инвалида все равно нет места. На вакантную площадь постоянно заезжают те, кто парковаться здесь не имеет права. Вот инвалид стоит, машина его. А вы припарковались на парковочное место инвалида. Почему? Потому что здесь 3 парковочных места положено будет. А вон, видите, где бордюр? А он, так, место такое, давайте место померем. Да верите. От знака вообще здесь. То есть вы не уберете машину? Почему я уберу? Просто я здесь работаю. Будьте добры, машину убрать. Ни машина со значком инвалида не смущает, ни наша съемочная группа. По закону, человек с ограниченными возможностями должен получить доступ ко входу в любое здание. Но оказывается, в нашем городе почти у каждого социального объекта установлен шлагбаум. Подъезжаем к службе судебных приставов. Открывать машине инвалида никто не собирается и сигналить бесполезно. У этого шлагбаума есть небольшой секрет. Здесь находится звонок. Конечно, о его существовании никто не знает. Но ходят легенды, что если в него позвонить, шлагбаум откроют. Проверим. Здравствуйте, отслушаю вас. Здравствуйте. Видите, машина инвалида подъехала к вам. Дело только, что шлагбаум не работает. А если бы просто давно к вам позвонили, подошли бы, помогли бы вам. Шлагбаум не поднимут, но готовы выйти и помочь доставить инвалидов в здание. Редкое, но очень приятное предложение о помощи, достойное похвалы. Председатель общественной организации инвалидов «Аврора» Ренат Литов часто сталкивается с безразличием со стороны властей и незнанием законов персонала на местах. Он рассказывает, требования проехать за ограждение вовсе не блажь. Для инвалида сама проблема только дойти, добраться. Для него как победить каждый шаг, это война, это боль. То есть сама ситуация, просто даже добраться до этого. И понимаете, когда вот это вот ругань, вот это все происходит, не каждый человек на это способен. Ренат инвалид второй группы. Длительные пешие туры до административных зданий ему не по силам. Вместе с ним мы объезжаем сегодня основные точки его регулярного маршрута. Ну, поликлиника парковки инвалидов вообще нет. Вообще она не предусмотрена. В поликлинике куда он должен парковаться, где встать. То есть инвалид в поликлинику, ну, должен добираться как-то на вертолете. Вот центральный вход. Не значит, кажется, что здесь инвалид может быть или все, что-то. Не в чищенную. Сами значимые объемы. А вот и стационар третьей городской больницы. Въезд на территорию закрывает шлагбаум. Попасть внутрь могут только сотрудники учреждения. Проехать и никак нельзя. А я вот являюсь инвалидом. Не могу я инвалид проехать. Вы можете вот здесь машину... И пешком должен идти. Нет, ну у вас цель-то какая-то... Вот я хочу в стационар попасть. Навести больного. Больному еду. Пожалуйста, поставьте машину, пройдите через... А я не дойду пешком. Я инвалид. Если бы не камера, рассказывает Ренат, даже разговаривать бы не стали. А тут ажиотаж. Охранник звонит начальству. Выясняет, как быть и что делать. Инвалид второй группы. Все понял. Когда парадный ходит. Вы знаете, где парадный? Вы не знали, что инвалид? Для вас это новость? В итоге машину пропускают. Но мы предполагаем, что это показательное выступление. И больше такого не повторится. Ищем место для парковки, которое указывал охранник. Никакой информации о том, что здесь разрешено вставать инвалидам. А парковку для инвалидов вы сказали где? Вот здесь для них предусмотрено. Здесь есть знак? Да. Вы меня что, приказываете? Ну я просто спрашиваю. Ну, наверное, заказывают знак. Еще один социальный объект – многофункциональный центр на улице Советской. Тоже вне нашей досягаемости. За шлагбаумом. И пандуса здесь нет. Пенсионерку по ступенькам с трудом ведет родственник. И такая безрадостная картина по всему городу. Лидеры общественной организации инвалидов регулярно пишут письма в ГИБДД и администрацию. Указывают адреса, где нужно поставить знаки, просят помощи. Считают, что нужно вести и пропагандистскую работу. Объяснять жителям, что нужно быть вежливее с инвалидами на дороге. И предоставлять им место на парковке. Считают, просвещать поможет социальная реклама. Социальная реклама, которая отсутствует, к сожалению, абсолютно. То есть ее не найти ни на одном плакате, то какие-то маленькие таблички о наркомании, анонимном лечении, алкоголизме, больше ничего нет. О том, что уступать дорогу пожилым людям, места в транспорте. О том, что инвалиды – это люди, которые требуют повышенного внимания к себе. И, в общем-то, забота со стороны общества. Но чтобы наш сюжет не был однобоким и негативным, по просьбе Ринаты едем в первую городскую больницу. Здесь инвалидам всегда шлагбаум открывают. И днем, и ночью. Восхищаемся и благодарим. Хотя так и должно быть везде. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.